Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Добрый день, страна! Телерадиоканал Страна.ФМ представляет программу Лучшее в стране. Сегодня у нас в гостях наш большой друг, уже практически родной нам человек, приход, которого мы ждём всегда с большим нетерпением, генеральный директор аптекарского огорода Алексей РТЮ. Здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы сегодня не один, вы в компании замечательный. Это гитарист группы Би-2 Андрей Звонков. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И вот тут хочется воскликнуть. А как же вас судьба объединила? Что же такое произошло, что вроде как человек от классики и человек от рока создают или работают над ним проектом? Это я сейчас легко расскажу. На самом-то деле наш ботанический сад уже давно, мне кажется, стал признанным центром не только науки и образования, как он был в течение более чем трёх веков. Это ваша заслуга. Да, но и центром музыкальной культуры. И, наверное, ни один другой ботанический сад не только России, но и мира не может похвастаться настолько разнообразной именно музыкальной программой. У нас в разных салах, которых у нас по крайней мере четыре, считая, правда, концертное поле, которое работает с мая по сентябрь, в неделю проходит не менее чем в среднем три концерта. И с Андреем Звонковым у нас уже на самом-то деле не первый концерт, это уже второй совместный проект. И мне этот проект нравится исключительно, потому что это что-то совершенно необыкновенное. Но тут я должна задать глупый вопрос. Неужели вот там, я не знаю, джаз, блюз, и тут мы до рока дошли? Прям рок будет у нас? Нет, конечно. Это совсем особенный проект, и, конечно же, о нём чуть более подробно расскажет Андрей. Но я хочу сказать, что первый концерт — это были переложения для гитары и струнного квинтета великих Гольдберг-вариаций Иоганна Себастьяна Баха. Он собрал столько народу. Он проходил, по-моему, у нас в Субтропическое оранжерее. Само по себе самое уникальное концертное пространство Российской Федерации. Без преувеличений. Оно просто самое необыкновенное. Конечно, есть масштабный, грандиозный большой зал консерватории. Я очень люблю, веду там концерты, время от времени концертный зал Чайковского, всё понятно. Но нигде нету концертного зала, где бы находились подлинные руины оранжереи, подстроенные Доминика Жилярди, величайшим итальянским зодчим, который был на службе в России в первой половине XIX века. Среди огромных пальм, цитрусов, которые сейчас, кстати, поразительно цветут. Ну, цветут они не очень эффектно, но запах совершенно поразительный. Когда ты заходишь в Субтропическую оранжерею, то оказываешься в аромате весны. Знаете, такой субтропической средиземноморской весны именно из-за вот этого вот аромата цитрусовых. Никто, все, кто заходит туда, все посетители наших замечательных концертов, озираются и не понимают, из-за чего в воздухе такое разлито благоухание. Вы знаете, Алексей, мне кажется, вот по вам нужно писать научную работу. Как вот можно словом погрузить человека в атмосферу? Потому что вы когда приходите, я реально как будто там уже, понимаете? Я уже там, у меня аромат апельсинов, и хочется-хочется музыки. Так, продолжайте. Так вот, возвращаясь к этому проекту, на первый этот концерт, который прошел у нас, по-моему, уже несколько месяцев назад, собрал столько слушателей, что мы вынуждены были остановить продажу билетов. И те люди, которые даже пришли непосредственно перед концертом, вы знаете, иногда бывает, что люди надеются хотя бы попасть, уже не смогли, они так расстроились ужасно, что мы решили, конечно же, их не огорчать и снова организовать этот концерт в той же субтропической оранжерее. И теперь у нас он будет 9 февраля, все запоминайте, в 7 часов вечера в исторической субтропической оранжерее. Ну, о программе, наверное, немножко расскажет Андрей. Что это за концерт? Да, спасибо. Это будут эти великие Гольдберг-вариации Баха, приложения для гитары и струнного квинтета. А автор инструментовки, контрабасист и композитор, и прекрасный аранжировщик и инструментовщик Вячеслав Ахмедзянов. Вот. И в струнный квинтет мы назвали, вообще наш ансамбль, в секс-те, скажем, гитары струнный квинтет, назвали теорией струн. Это будет теория струн в аптекарский огород. 9 февраля. Уникальное приложение Гольдберг-вариации, которого не существует в мире. Я загуглил этот вопрос, естественно, и не нашел ничего подобного. То есть вообще такого сочетания гитара с нейлоновыми струнами и струнный квинтет отсутствует. Я много особо таких представителей не слышал, не видел. А как идея такая родилась вообще? Как это? У идеи корни очень далекие. Я изначально по образованию музыкальной школы пианист, потом, естественно, став 14-летним подростком, мне больше привлекала гитара. Я взял гитару, рок, джаз, блюз, все, что меня интересовало последующие там лет 20. Но в Гнесинке, в которой я учился по классу гитары, у меня была общая фортепиано, по которому я, естественно, изучал достаточно сложные произведения. И в тот прекрасный момент я учил додис-минорную прелюдию Рахманинова. Она меня настолько впечатлила, что я решил попробовать ее приложить на гитару. Я подумал, что это так вряд ли, ну, потрачу время какое-то. И дошел до конца, я приложил так за тактом, приложил это все произведение, но потом оно куда-то исчезло, я потерял партитуру, ноты, и все там вот таким покатилось кубарем. Вот и вернулся я к этому лет 6 назад. Решил сделать это заново, получилось еще лучше, и я это все дело записал, снял видео, которое мы можем показать. Сегодня увидите, да, чуть позже. И показал это профессору Московской консерватории Александру Вершинину. С тем, чтобы предложить ему дальше посотрудничать и, например, замахнуться на прокофьевские фортепианные концерты, которые я все пять обожаю, и мечтаю эту музыку поиграть на гитаре, но одному там совсем уже сложно. Нужна помощь, либо оркестра, либо прекрасного пианиста. Но Саша мне сказал, нет, стоп, Андрей, давай попробуем сделать Гольдберг вариации Баха. Я хочу ими позаниматься, я хочу их поизучать, поиграть, и отличное предложение сделать это вдвоем, вместе. Мы за какое-то там время, за год, не знаю, мы это все приложили на гитару и фортепиано. Было несколько концертов, один из них прошел в театральном зале Дома музыки. Но так как у Саши много своих забот, а я достаточно свободен, и в классике у меня больше никаких занятий, приложений не было, я решил себе еще придумать задачу, сыграть это произведение с каким-нибудь другим, в другом каком-то воплощении, и пришел к тому, что это лучше всего будет со струнным квинтетом. Меня познакомили с Вячеславом Ахипензиановым, который сделал замечательные инструментовки, и это, конечно, звучит вообще потрясающе. Он контрабасист, он будет играть на контрабасе. И это, оказалось, звучит настолько еще более как-то по-другому, там больше нюансов, более такая разнообразная палитра звуковая, квинтета, там и скрипка, и виолончель, и альт, и все это как-то по-своему там вплетается в эту прекрасную музыку. И будет возможность это все услышать и увидеть 9 февраля в аптекарском огороде. Я просто пытаюсь понять, вот как это будет, это больше классика, или это все-таки рок-музыка? Посмотрите, тут хочется вернуться к истории. На самом деле Гольберг-вариация, написанная Иоганном Себастьяном Бахом, аж в 1741 году. Причем в тот момент при Саксонском дворе был посланник, тогда он еще был бароном, впоследствии стал графом. Его звали Герман Карл Кейзерлинг. И вот он, кстати, до того он возглавлял Российскую Академию Художеств и Наук, так она называлась некоторое время. И, кстати, очень эффективно, хотя и недолгий срок. Но, в частности, он привлек, например, Тридьяковского для того, чтобы тот следил за соблюдением норм и правил русского языка. И строго следил. И одновременно Кейзерлинга самого обучал русскому, потому что... Немножечко подгромо. У него был замечательный клавесинист, как раз Гольдберг. Его звали Иоганн Готлиб Гольдберг. И его было всего 14 лет. Но, судя по всему, он был невероятным виртуозом, потому что эти вариации невероятно технически сложны. И когда у Кейзерлинга начиналась, например, бессонница, он всегда просил Готлиба, сыграй ко мне, друг мой, какую-нибудь из вариаций. И он называл их, если верить первым биографам Иоганна Себастьяна Баха, «Мои вариации». Они были действительно... Вот такая легенда существует, что заказан Баху самим Кейзерлингом. И стали таким очень быстро признанным шедевром, несмотря на их невероятную техническую сложность, что Кейзерлинг по легенде, опять же, наполнил полный золотой кубок Луйдоров и подарил в качестве гонорара, что ли, Иоганна Себастьяна Баху за написание этих вариаций, которых на самом деле 30, и которым предшествует ария, и завершает их тоже некая ария. И, кстати, именно все эти вариации мы и услышим в полном объеме у нас на концерте. Причем интересно то, что, конечно же, они были написаны для клавесина, и удивительно, что 14-летний мальчик, да, Гольбергу, я повторяю, было тогда всего 14 лет, мог с таким невероятным техническим совершенством исполнять эти вариации. Мы еще обязательно об этом поговорим, но я прямо сейчас предлагаю посмотреть тот самый клип, который вы принесли с собой. Который из... Который полностью будем смотреть. Да, это будет 30-я вариация, последний завершающий цикл, которую мы сняли и записали в костеле на Малой Грузинской в соборе в Толическом прекрасное место с отличной концертной историей тоже своей. Давайте смотреть, слушать и прям получать удовольствие. Малой Грузинской в соборе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лучшее в стране Ой, как хорошо! Знаете, мне кажется, такая музыка, она как-то вот чакры прочищает. Вот почему-то от нее какая-то наполненность. Все-таки какое-то путешествие обратно в барокко, да, в эту вот такую утонченную, изысканную музыку. Несмотря на то, что она исполняется на таком современном достаточно инструменте, на гитаре, тем не менее, вот данная вариация прозвучала как что-то такое совершенно классическое. Удивительно, как вы это сочетаете со своей карьерой в Би-2, гитариста. Ну, барокко, барокк-эн-ролл, это все близкие вещи. Ну, поэтому нет, отлично, прекрасно считается, как эти вещи дополняют друг друга. Я иначе начинаю подходить к игре на гитаре в Би-2, по-другому уже смотрю на аранжировки, умудряюсь что-то добавить из приобретенного опыта, изучения классической музыки. И наоборот также, принесение рок такой с культурой, большого багажа, вот в исполнении баха, мне даже один из музыкантов сказал, что это звучит вообще по-другому, не так, как бах, и в коем случае никого не слушайте, если кто-то вас будет учить, как надо играть баха, потому что выиграть, конечно, не так, но это тоже прекрасно. Так вот я как раз хотела спросить, был ли какой-то момент непонимания, когда вот вы пришли с этим проектом, он говорит, да что вы, куда вы гитару на великое замахиваетесь? Я каждый раз этого жду, но до сих пор, к сожалению, нет. Я жду этого момента, чтобы... Мы наоборот, у нас даже возникла идея продолжить эту традицию, организовать новые концерты, они будут посвящены переложениям другой фортепианной музыки и Прокофьева, и Шопена, опять же, для гитары и струнного квинтета. И я думаю, что мы вот, когда эта программа будет готова, может быть, через несколько месяцев, я надеюсь, уже вот в этом году, мы попробуем организовать еще один замечательный такой концерт, потому что, на самом деле, классические переложения звучат, конечно, очень интересно. Это некоторое необычное, ну, современный достаточно инструмент гитара, и он как бы делает в каком-то смысле классику часто более доступной для широких кругов наших посетителей. И вообще, это само по себе интересно. Это тоже своего рода интерпретация классики. Когда, например, у нас, скажем, там Павел Небальсин, замечательный пианист, регулярно выступает со своими тоже фортепианными переложениями классических вещей, как, скажем, там, Либертанго Астра Пиццола, который написан не для фортепиана, то это, конечно, производит грандиозное впечатление. Не зря Ференс Лис сделал такие замечательные бравурные этюды, как он называл, бравурные этюды высшей исполнительской сложности по каприсам Никола Паганини. И скрипичные вещи в фортепианном исполнении звучат совершенно иначе и очень интересно. А вот вы про Рахманинова заговорили уже. Давайте сейчас поставим небольшой фрагмент. Мы можем на нем говорить уже дальше. Сначала послушаем немножко, как это звучит. Как это начиналось. Да, это первое приложение. Это первый шаг, серьезный, после которого я решил заниматься дальше очень долго этими приложениями классическими, особенно фортепианной музыкой на гитару. Я даже думаю, мы не будем выключать микрофон, но если будет желание что-то прокомментировать, то давайте так и сделаем. Пожалуйста. Что-то не оттуда пошло. Звук там есть. И я звука не слышу и пошло. А, это вы не слышите, дорогие друзья. А это мы не слышим. Потому что микрофон включен. Давайте выключим. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, это замечательная квартира, да, расскажу пару слов о том месте, в котором мы это все снимали при помощи моих близких друзей, да, Александра Диченко и Бориса Лившица, они помогали мне в этой работе. Вот эта квартира находится на Покровском бульваре, в таком двухэтажном особнячке, она достаточно большая, там комнат пять, и до сих пор потомки, владельцы, ну, как бы, собственники этой квартиры там живут. Такая скромная семейка с детишками занимает небольшой какой-то уголок, вот, а всё остальное поддерживает в таком состоянии интерьер, книги, инструменты, вот, и это, как бы, они её сдают для съёмок, там, для фильмов, для каких-то вот таких вот, как для нас, людей сумасшедших, желавших найти такое вот какое-то такое... — То есть это не квартира музея, это просто... — Это настоящая квартира, да, и настоящая, не музей, но она, они вот таким образом, видимо, выживают, что ли. — А можно вот и... — По легенде же даже там, именно в ней бывал сам Сергей Васильевич Рахманинов. — Да, Сергей Рахманинов, да, компонировал Шаляпину в этой квартире в какое-то время, да, и это даже не легенда, а как бы достоверные сведения. — Я просто хотела дать очередную восторженную обратную связь, потому что вот первое произведение, да, оно было прям вот такое, оно было возвышенное абсолютно, грезились дамы в шикарных платьях, которые танцуют, а здесь прям была история, как будто казалось, что сквозь струны идут стихи. — Их расстреляют два века, эти произведения, плюс-минус, да, ровно два века, да, эпоха барокко и Рахманинов, конечно же, это совсем другое, воспринимается музыка совершенно иначе. — Вот тот концерт, который мы, надеюсь, еще будем, который будет посвящен Шопену, тоже Рахманину, это будет тоже что-то совершенно еще третье новое. Кстати, надо будет обязательно включить эту прелюдию тоже. — А, вообще, да, конечно, да, я хочу делать такой концерт, фортепианная музыка на гитару, то есть отдельно, просто это будут и Шопен, и Чайковский времена года, я занимаюсь приложениями тоже одно уже. — И Прокофьев, да, там, наверное. — Прокофьев какие-то, да, его произведения фортепианные, возможно, скрипичные, не знаю, посмотрим, на что хватит силы и времени. Вот, и Шостаковича, между прочим, можно отдельно сделать «Вечера Шостаковича», она же такая идея есть с квинтетом, со струнами с Вячеславом, со Славой Ахмезианом, сделать приложение его прелюдий фортепианных также на гитару и струнный квинтет, и просто отдельный концерт посвятить, посвятить Шостаковичу, не знаю, в его день рождения или еще. — Я хотела задать вам вопрос по поводу популяризации классики, да, вы знаете, у меня есть девочка знакомая, она где-то лет на 12 меня младше, и она сначала принесла мне, сейчас начну издалека, песню «Басты», да, где он стихи Высоцкого пел, и говорит, слушай, круто как, я говорю, слушай, так это же Высоцкий. А она, ну, не знала, ну, вот такая современная совершенно молодежь. И получается, что у вас сейчас, да, благодаря актуальному звучанию приходят совершенно новые люди, а нет людей, которые против, например, зачем опускаться на этот уровень, надо же поднимать до своего уровня, то есть вот прям надо, как вот было изначально, прям классика, классика. — Ну, таких консерваторов, по-моему, нет, и мы ни разу не сталкивались с какими-нибудь, знаете, такими отрицательными характеристиками по поводу наших музыкальных идей и наших музыкальных экспериментов, музыкальных событий. Конечно же, у нас звучит очень много и совсем традиционной классики. Кстати, теперь вот очень хочется рассказать о нашем замечательном совместном проекте с Московским музыкальным театром имени Станиславского и Немировича Данченко. — А мы можем вот этот вот момент перенести немножко, потому что нужно выдать рекламу в эфир, а потом вот прям развернется душа и будем говорить. — Да, об этих еще концертах давайте. — Договорились. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». — Лучшее в стране продолжается, и мы начали говорить про ваше сотрудничество с Театром Станиславского и Немировича Данченко, как они очень любят подчеркивать, да, чтобы как-то отделиться все-таки от драматического театра. — Это же уникальный проект будет, абсолютно уникальный. — Да, это будет совершенно уникальный проект. Сейчас в рамках него запланированы уже два концерта. Один из них будет совсем скоро, 14 февраля. Он будет посвящен, естественно, Дню влюбленных. Как всегда в нашей субтропической оранжерее в 8 вечера. По-моему, это будет, ой, не помню, какой день. Но, тем не менее, будет представлена совершенно уникальная программа артистов этого театра, посвященная дуэтам. Дуэтам классическим, дуэтам из опер «Моцарта», из «Дон Джоанна», дуэтам из «Прокофьева», вами очень любимым, потому что мы, когда ехали по дороге, обсуждали «Любовь к Прокофьеву», дуэт князя Балконского и Наташи Ростовой из оперы «Война и мир». Дуэт, естественно, из оперы Петра Ильича, Чайковского, Евгения Онегина. Это будет целый вечер таких любовных, естественно, в основном дуэтов. Мне кажется, что это уникальный, невероятно интересный проект. А вы вот на вскидку не помните, что будет свести в этот момент? О, будут, знаете, там сейчас вовсю цветут и будут продолжать свести азалии. Это невероятно красиво. Мы сейчас их попробуем так еще как-то расставить дополнительно, чтобы придать большую праздничность этому Дню влюбленных. Там будут продолжать свести и благоухать цитрусы, о которых я уже говорил. И камелии тоже, я надеюсь, что уже зацветут. Ведь, знаете, для субтропических растений середина февраля – это уже начало весны. Поэтому у нас в это время начинается такое иногда даже массовое цветение азалий, и оранжерея преобразится неузнаваемо. Это будет очень здорово. Они и так там круглый год, откровенно говоря, в той или иной степени цветут. Но еще там какое-то количество субтропических орхидей. Они же не только в наших пальмовые оранжереи, где сейчас проходит фестиваль. Да, кстати, совсем забыл сказать, у нас же сейчас продолжается, и еще до 31 марта будет продолжаться фестиваль «Тропическая зима». И когда абсолютно все зрители этих концертов получат возможность не только насладиться музыкой, но и посетить все наши экспозиции пальмовые оранжереи, посвященные тропическим растениям. Пик цветения, которых как раз сейчас приходится на январь-февраль. То есть один билет и все. И тысячи цветущих орхидей, самых разнообразных. Кстати, сейчас цветет самая дорогая и самая редкая орхидея в мире. Ее такое простонародное название, тоже в кавычках простонародное, называется «золото кинобалу». Научное название – пафиопеделем ротшильдианом. Или «Венерин башмачок ротшильда». Представьте себе, что огромная, изысканная, невероятная, совершенно громадная такая орхидея, «Венерин башмачок», растет только на высотах между 600 и 1200 метрами над уровнем моря на одной единственной горе в мире, которая называется кинобалу, и которая находится на острове Борнео. И когда в течение многих лет барон Фердинанд де Ротшильд фонсировал всевозможные экспедиции, целью которой был поиск интересных, новых, еще неизвестных науке видов орхидей, стал вопрос о том, какую же орхидею назвать именем этого мецената, принадлежащего к одной из самых могущественных финансовых династий XIX века, то, естественно, выбрали вот эту и назвали ее «Венерин башмачок ротшильда». Вот прямо сейчас она цветила в аптекарском огороде, она у нас, конечно, в витрине, потому что это, представляете, самая дорогая орхидея в мире. Ее бы занюхали просто все. Ну да, и поэтому она у нас там в витрине, и среди многих других необыкновенных орхидей, которые постепенно зацветают, одна сменяет другую, сейчас там еще цветет самая, например, черная в мире орхидея, которая называется макселярия. Но это дикий природный вид, совершенно уникальный, потому что... Что-то магическое в ней есть. Да, в природе не встречается черный цвет, у растений практически никогда. И вот тут чуть ли не единственное, мне известное, исключение. Но возвращаясь к все-таки нашей теме музыкальной, да, музыкальной, самое интересное то, что мы договорились о том, что завершение сотого юбилейного сезона этого замечательного театра, музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, будет проходить 13 июля у нас в аптекарском огороде. Потому что если театральный зал вмещает у них приблизительно тысяча с чем-то человек, то наше концертное поле может вместить и три с половиной тысячи. И мы решили завершить этот их сотый сезон гигантским таким гала-концертом, где выступит и симфонический оркестр этого театра, и самые выразительные, самые лучшие вокалисты, самые лучшие певцы. И эта программа у нас будет готова уже где-то, наверное, к концу февраля. Мы вместе сейчас будем разрабатывать. И мы очень... Наверное, это будет самое грандиозное именно музыкальное событие за всю историю аптекарского огорода. Я надеюсь, что оно соберет несколько тысяч слушателей. И вот нас сейчас смотрят и слушают люди и говорят, а что вы так рано анонсируете? В июле же еще. Ребята, билетов не будет уже в апреле. В апреле, я думаю, что да, продадутся все билеты. И мы торжественно отметим все-таки такое очень важное музыкальное событие в жизни вообще всей страны. А уже открыто продажи билетов сейчас? Нет еще, мы еще только готовим программу. Мы только вот три дня назад, как с Антоном Гетьманом, генеральным директором театра, договорились о том, что это будет происходить у нас. И мы ужасно обрадовались, потому что действительно, я надеюсь, что мы пригласим и руководство города, и страны, и министра культуры, потому что, конечно же, даже, наверное, можно сказать, что музыкальных событий такого ранга еще и в Ботаническом саду не происходило. Хотя самый выдающийся музыкант из легендарного Миланского театра «Ла Скала», и победители конкурса Петра Ильича Чайковского у нас регулярно выступали. Все были. Уровень, как бы, наших музыкальных событий в Ботаническом саду. Слушайте, ну вам каждый год это удается благодаря тому, что у вас вот просто полет мыслей, потрясающее, мне кажется, вот чутье сердца, вот такое музыкальное чутье сердца. Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся к вам, дорогие друзья. Лучшее в стране. Ох, огромная честь мне сегодня выдалось просто пообщаться с нашими гостями. С вами генеральный директор аптекарского огорода Алексей Ретаюмс, здравствуйте еще раз. И гитарист группы Би-2 Андрей Звонков, тоже здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Так, мы с вами остановились на очень интересном месте. Я предлагаю сейчас пока к Андрею немножечко подвинуть все наше внимание. Андрей, вы сказали, что у вас очень часто поклонники этого проекта просят ноты, чтобы тоже как-то это воспроизводить. Да, да, очень часто, и мы, конечно же, выпустим эти ноты, и это все выйдет в бумажном виде, в красивом переплете. Будет и партитура, и аранжировка, и отдельно партия гитары будет. И для всех желающих это произведение сыграть, повторить. А где это будет? Мы пока думаем еще о процессе. То есть где это, к сожалению, да, сейчас такая информация. И вот они везде будут, Гольдберг, вариации исполняться, а не только в аптекарском огороде. Ну ничего, искусство должно принадлежать народу. Обязательно. И, конечно же, в жирнейшую точку мы хотим поставить выпуском тройного альбома, который будет состоять из трех частей. Переложение для гитары и фортепиано, переложение для гитары и струнного квинтета, и третье, самое такое оригинальное, это приложение для гитары и электрических, электро-музыкальных инструментов, синтезаторов, там разных, не знаю. Но вот мы хотим, работаем над этим мы с Юрой Усачевым, прекрасным композитором, ржовщиком и замечательным человеком. Вот он электронщик, у него полно всяких синтезаторов, которые коммутируются какими-то такими патчбэями, как вот раньше вот эти телефоны... Это же выглядит очень интересно. Это очень, это как космический корабль, мы даже планируем с ним, между прочим, тоже выступить, сделать. То есть он будет обставлен самыми разными такими машинками, которые будут мигать, и много в них будет всяких штучек подкнут. И обыкновенные звуки будут раздаваться. Да, и он будет крутить ручки, он будет крутить ручки, которыми будет управлять вот электроника, чтобы электричество звучало максимально живо, как вот живой какой-то участник этого всего. И это будет третья часть этой трилогии. А зачем вот ставить точку? Поставьте запятую, может быть потом вы еще оперного артиста привлечете. Ну, хорошо, это будет, да, запятая, договорились с восклицательным знаком. Так, у нас остался еще один фрагмент, который нам очень сильно хочется посмотреть. Представьте, пожалуйста, кто это будет. Да, это будет то же самое произведение, это будет переложение для гитары и фортепиано, и исполняем это вместе с профессором Московской консерватории Александром Вершининым. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ой, как хорошо, как хорошо. Кого мы видели сейчас на видео? Да, это профессор Московской консерватории Александр Вершинин, который, собственно, и предложил мне заняться этим прекрасным произведением, которое, можно сказать, не перевернуло мою жизнь, но что-то близко к тому. Поставило ее на какие-то новые рельсы, придало этому новый градус. А вы, в свою очередь, уже перевернете жизнь всех тех, кто слушает эту музыку. Конечно. Я вот хотела заострить тоже внимание по поводу билетов, да, что в прошлый раз люди, которые шли прямо вот впритык уже, я не знаю, там, пришли и думали купить билеты, билетов не было. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. На каких площадках можно приобретать билеты? Ну, на всех они, это в электронном виде, как-то они продаются, мне кажется. Там все билетные системы, я не очень в этом разбираюсь. Там Red Casa, Ticket Land, вот, то есть, вот абсолютно. И на сайте, естественно, на сайте Ботанического сада МГУ. И давайте еще раз проаннотируем. И касса Ботанического сада тоже. 9 февраля, буквально уже через недельку, ну, через две. Через две. Да, в 7 часов вечера. 7 часов вечера, теория струн. Историческая субтропическая оранжерея Ботанического сада МГУ, Аптекарский огород, проспект Мира, владение 26. Вот, и там благоухают апельсины, друзья. Вот так вот, можете прям прийти и насладиться. Я думаю, что нужно нам вернуться вообще еще раз. Ботанический сад МГУ, Аптекарский огород. В руках у вас сейчас потрясающее красочное издание. Выпустили уже, наверное, четвертое издание, посвященное нашему ботаническому саду. Это же старейший сад России, как известно, 313 лет будет в этом году. И теперь огромный раздел приходится посвящать только культуре и искусству саду. Мы его назвали сад как источник вдохновения. Культура и искусство саду. И сад стал источником вдохновения для многочисленных художников, для бесконечного количества музыкантов. Вот здесь вот у меня в руках и концерты в нашей субтропической оранжереи, и огромные концерты, о которых я рассказывал, которые проходят на специально выделенном саду теперь концертном поле. Красота такая вообще. И разнообразные камерные концерты в нашем театре, в исторической лаборатории. Эти концерты мне особенно нравятся, потому что там зрители очень близки к исполнителям, к музыкантам. И какой-то больший контакт происходит. Дух можно прочувствовать. Возрождение таких камерных традиций салонного музицирования, присущих там 18-19 векам. Это аристократические гостиные какие-то такие, где можно было наблюдать, как бегают пальцы по грифу скрипки музыканты совсем близко, следить за артикуляцией певца. Это гораздо интереснее. Более того, мы придумываем такой формат, что часто музыканты и зрители могут даже пообщаться друг с другом в процессе, например, там, антракта или после завершения концерта. И здесь мы в этом издании даже опубликовали самые интересные наши афиши прошедших концертов. И надеюсь, что у нас они будут повторяться. Вот сейчас на днях приедет замечательный контртенор немецкий Филипп Матман, который, к примеру, несколько концертов давал в аптекарском огороде. И мы с ним будем договариваться о дальнейшем сотрудничестве. Потрясающий контртенор. Кстати, сейчас будет выступать знаменитый очень ораторий Георга Фридриха Генделя, который называется «Триумф времени и бесчувствия». Все в том же музыкальном театре Станиславского. Как вы все это помните! А еще у нас на самом-то деле существует и свой собственный театр. И кто не помнит об этом, то всех приглашаю на его замечательный спектакль. Сейчас у нас идет пронзительный спектакль, который называется «Вся жизнь впереди» по одноименному роману Эмилия Жара. И кто не видел этот спектакль и не читал этой книжки, всех приглашаю. 28 февраля у нас будет очередной спектакль. Это драма, которая не оставляет, по-моему, равнодушным никого. Знаете, такой спектакль, который держит от первого мгновения до последнего. Причем это проверено уже на многих сотнях посетителей. Мои друзья-академики, мои друзья-народные артисты, ректоры разных других вузов. Народные артисты, им всем одинаково нравится этот спектакль. Он получился у нас очень выразительный. У нас остается буквально минута. Я хотела сказать, что тут же есть еще отличный громкий заголовок. А, говорят, 30 секунд. Что вы, про вас статья большая, полвека на посту. Да, ну не полвека, нет, полжизни на посту. Мне всего... Да, тут есть такой раздел специальный, вот этот раздел, называется полжизни. На посту. В прошлом году, вот перед самым изданием этой книжки, исполнилось ровно 25 лет, как я директор Аптековского огорода. Ну и в связи с этим, мои коллеги... На моей коллеге мне было 50 лет, из них 25 я был директором сада. Ну загнула я, конечно, полвека. Ну поймете, простите, что делать. Да, и поэтому коллеги, которые подготовили это издание, подсвятили мне вот одну из страничек про мои концерты в консерватории, про мою дружбу с главным цветочным котом ботанического сада. И вот можно увидеть эти картинки у нас в саду. Ой, про кота хочется услышать еще отдельно, но времени нет. Нужно прощаться. Огромное спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам за вашу работу, за эти вот самые полжизни на посту, когда вы креативите, креативите и просто заражаете своей любовью к музыке, к растениям, к искусству, к театру, ко всему. О, абсолютно. Я хочу напомнить для тех, кто вдруг забыл, что в гостях у нас был генеральный директор аптекарского огорода Алексей Ртыюм и гитарист группы Би-2 Андрей Звонков. Спасибо вам, было очень приятно, душевно, невероятно. Спасибо большое. До новых встреч в эфире. Обязательно будем вас ждать. И успеха с вашими проектами. Спасибо.